Всем привет, друзья мои! С вами Светлана. Друзья мои, достал тот час, тот день, когда я поеду в деревню. Поеду вот на этом автобусе. Не знаю, сколько задержусь, мне кажется, долго, потому что в Мерсине сейчас очень жарко и все от жары уезжают или на курорты к морю, или в деревню. У нас в деревне очень хорошо, днем солнце, а вечером у нас так прохладно, и вот поэтому мы едем к родителям. Я покажу, какой там сад, какой там дом. Там очень интересно, постараюсь быть с вами на связи. И не обижайтесь меня за то, что я не могу просмотреть каждого. Вы сами понимаете, я еду к свеклу, к свеклу. Там надо сейчас все убирать, и времени на просмотре кого-то видео совершенно не будет. И когда я только найду момент или минуту, я обязательно зайду к вам, друзья мои. Ну что, мы скоро отправимся на этом автобусе, и до связи. Такие друзья горы. В таких горах я сейчас Мы сейчас проезжаем, поднимаемся все выше и выше, неизвенности. Появились елочки. Мы едем в горах, то очень много здесь туннелей и каждые пятьдесят минут. Вот туннели и включили светлое освещение в Антонусе. Антону такой маленький, но очень комфортный. Нам уже предложили напитки холодные. А это какие просторы красивые. Степные, степь, степь. А какое небо голубое. Посмотрите, какой обалденный пейзаж. После гор вот такое начинается красота. Сейчас вот скоро, скоро мы опять будем подъезжать к туннелю. Посмотрите, какие ухоженные, уложенные. Все вообще, все здесь супер в Турции. Каждый гектар здесь обустроен. Вложено в него столько любви. Очень много работают они над каждым. Даже вот глуши такой и такие дороги ухоженные. Приятно смотреть. Всем привет, мои хорошие. И вот я в деревне. У меня это видео получится со вчерашнего дня и сегодняшнего. Потому что мы вчера как приехали, попали на свадьбу. У меня огромное видео именно о свадьбе в деревне. Советую посмотреть, но оно будет попозже чуть-чуть. Потому что я уже предупреждала вас, что здесь проблема с интернетом. Очень большая проблема. Я хожу по огороду. Смотрите наш огород. Я потом вам все покажу это в отдельном видео. Познакомлю вас. И я вот как могу, так и монтирую видео и общаюсь с вами. Я за вас не забыла. Прошу, не обижайтесь. Я не могу ответить ни на один комментарий. Потому что я нахожусь у свекра свекрух. Еще раз повторяю. Понимаете, они не понимают, когда я постоянно в телефоне. И тут не посидишь. Тут я и невестка с понедельника начну уже заниматься уборкой. Ну вы и сами понимаете меня, что как я только приеду. Я все пересмотрю, на все комментарии отвечу. Поймите, войдите в мое положение. Ну так вот, друзья мои. Вот я вам покажу, хочу показать, как я преобразилась в деревне. Вот такие у меня шарвал. Мне подарила в том году свекровь. Специально вам показываю. Кстати, они очень удобны. Можешь, как хочешь, сесть в них. Ногу задрать, положить. В общем, поэтому я сама решила их забрать. И одела сразу же, как приехала. Ну естественно, у меня такой вид, куда мне краситься, куда мне прихорашиваться. Главное, чтобы чисто было и все. Ну так вот, что я хотела рассказать. Сегодня вот у нас первый, второй день. И мы, короче говоря, мой свекровь очень хороший. Не знает, как мне угодить. И он собирается делать мангал. Посмотрите там. Сейчас делает костер. Подготавливает все. Видите, не видите, я не знаю. Посмотрите. Я вам покажу потом. И вот, в общем, у нас сегодня будет мангал. Куриные крылышки. А знаете, здесь с утра я здесь почему-то кушать не хочется. И в Мерсине я не хотела кушать. Я себе сделала домашний йогурт. У нас здесь вот абрикосы. Такие маленькие, вкусные. Все домашнее. Туда сок чуть-чуть такой виноградный сделала. И так я вкусно поела. Ну, в общем, смотрите. Я вам покажу чуть-чуть нашу гостиную здесь. Она обалденная. Я когда приехала, ахнула от того, что здесь только цветов. Смотрите сами. Посмотрите. Это вход в рай. Вот такая арка здесь. Вот это наша калитка. Посмотрите. Вот как выглядит наш дом. Здесь будет розочки потом появится. И я вам покажу, как выглядит улица. Это все потом. Потому что вы сделали сравнение, как у нас все красиво. Моя свекровь обожает цветы и возится с ними, как я. Посмотрите, какие красивые. В том году их не было. Это все новое. И здесь розочек не было. Вот это вот. Где только может, она сажает цветочки. Это все потом я сделала такой обзор. А вот когда я зашла, посмотрите, какая красота. Посмотрите, какая красота. Вот здесь надо снимать. Видите, столько обуви. Снимать надо тапочки. И вот. Ну, кругом цветы. Кругом цветы. Вот такой вот сад. Я вам быстро сейчас не махну. Потому что отдельно хочу видео на эту тему. Вот такие цветы. Видите, вот такие шторки. Как в сказке где-то. И от солнышка закрывается. Единственное, плохо, что нет интернета. Вот, посмотрите. Здесь летняя гостиная. Здесь при их гостей встречают. Угощают их. Вот они садятся на такие подушечки. Здесь везде ковры. Мой свекор вообще такой хозяин. Там цветочки, цветочки, цветочки. Вы видите? Кругом цветочки. Телевизор мы здесь вечером смотрим. Но вечерами здесь холодно. Нужно надевать что-нибудь потеплее. Кофточку какую-нибудь. И это. Ну, вот мой свекор там занимается мангалом. Мой свекор. Такой хороший он учитель. Сейчас я вам покажу дальше. Вот он сам приготовил соус. Замариновал крылышки. И вот он приготовил. Это сейчас угли готовятся и будет. А мы когда приехали свекров, Петрушечка у них. Петрушечку и цветочки. Когда приехали, посмотрите какая аллея. Красиво. Цветок я еще не видела. Вот он несет. Сначала перчик. Курочку. Смотрите. Эвет, эветчик Юрам. Абаджим. Абаджим. Эвет, эвет. Эвет. Учитель. С большим стажем. Сейчас на заслуженной пенсии их получают очень хорошую пенсию. Смотрите, вот так вот будет это все мангал. Тут у нас только винограда. Видите? Тут у нас виноград зеленый, но скоро будет. А сейчас время пришло и для курочки. Моя свекровь, как принцесса. Сидите. Это мой муж. Деревня кайфует. Я поим салат. Чем ты башлайджан, Ашкем? Костердим. Чем я башлайджан? Угу. Я накрыла на накрыла стол. На улице сказали, что там мухи. Вот один минус. Что мухи? Вот я сделала такой салатик. А, да. Это и хлебушек. Будем съесть на таком полу. Столов здесь нету. То есть есть, но они не кушают на столах. Потому что это деревня, друзья мои. Здесь вот так все. Дом я вам покажу в другом видео. Поэтому вот показываю то, что есть. Ну что, мои хорошие, я сижу как принцесса в саду. Посмотрите, садочки. И жду, когда курочка будет готова. И мы поужинаем. Так что, еще раз предупреждаю вас, что я не вижу из-за плохого интернета. Вообще, интернет сегодня я у соседей поймала, чтобы написать было семье, что у меня все в порядке, доехало. Я не могу не читать ни ваши комментарии, ничего не вижу вообще, ни на YouTube не попадаю. Я только буду сейчас грузить видео свои, потому что очень интересные моменты. Поэтому, друзья мои, не обижайтесь, пожалуйста. Я не вижу, может, вижу, но не смогу отвечать вам. И встретимся с вами. Я здесь буду еще долго. Надеюсь. Покажу вам все интересное. Действительно, очень интересно здесь. Будьте со мной. Ставьте пальчики кверху. Пока-пока. Не забывайте подписаться на мой канал. Потому что я каждый день постараюсь удивлять вас. Моей жизнью в деревне. Вы сами посмотрите, где я живу в районе. Целую вас. Наш мангал. Приятного аппетита всем. Приятного аппетита всем.